Беларусь не робит выбор по межу сходам и заходам. Про это заявил президент Александр Лукашенко на церемонию уручения доверчих грамот, якая сегодня прошла в Палаце Незалежности. Отразу 12 новых послов прибыли из России, Индии, Венгрии, Судана. Частка дипломатов будет представлять интересы своей краины в Беларуси по совмещательству. Это послы Мексики, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Иордании, Ирака, Партугалии, Саудовской Аравии и Панамы. Наша держава имкнется будовать с усими партнерами без выключения равноправные политичные и взаимовыгодные экономичные относины. Беларусь – европейское государство, которое ценит свой суверенитет и последовательно реализует миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наши подходы хорошо известны. Беларусы привержены свободе и независимости, единству и согласию, созиданию и прогрессу. При этом мы не делаем выбора между Востоком и Западом. Стремимся выстраивать со всеми партнерами без исключений равноправные политические и взаимовыгодные экономические отношения. Нацелены на диалог без давления и принуждения, двойных стандартов и вмешательство внутренних дел суверенных государств. Как убежденный противник конфронтации и донор безопасности в регионе, Беларусь выступает за решение конфликтов исключительно мирным путем. Мы настойчиво работаем над расширением круга своих единомышленников. Лишь объединив усилия в данном направлении, можно обеспечить нормальное, комфортное сосуществование государств и долгожданное спокойствие. Именно этой логикой мы руководствовались, когда предложили начать новую широкую дискуссию по проблеме европейской и международной безопасности. Она, по аналогии с Хельсинки, призвана содействовать разрешению накопившихся противоречий между государствами на обширном пространстве Евроатлантики и Евразии. В области экономических реформ Беларусь избрала путь эволюционных рыночных преобразований, исключающих болезненные шоки для людей. Праца дипломатов у Беларуси начинается официйно сёння после церемонии уручения доверчивых грамот. Виновата с этого символичного момента стартует миссия посла. Но от каждого ждут не символичного, а целиком конкретного уклада в развитие двухбоковых отношений. Беларусь готова к дальнейшей активизации сотрудничества с Боснией и Герцеговиной. Великий потенциал видеть для нарушения взаимодействия с Португалией. Есть внедренные мощности для того, чтобы поглибить экономические контакты с Ираком и Иорданией. Напрацованный потенциал с Аргентиной требует накеровать у новой речища. Из Индии уже вызначены перспективные проекты и есть домовленности на высшем узровне. Настал час повышать узровень двухбоковых контактов с Венгрией. Различивают, что новый посол нашего стратегического союзника России сделает все, чтобы дать новый импульс, относится нам во всех сферах.